В эфире РБК региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфай. Сегодня анализируем события на финансовых рынках вместе с директором филиала финансовой группы QBF в Башкортостане Ренатом Васином. Здравствуйте, Ренат. А пока вернемся к новостям этого часа. В Башкортостане аннулировали более тысячи заявок на кредитные каникулы на сумму почти 300 миллионов рублей. Об этом РБК Уфа сообщили в отделении Национального банка по республике. Всего за пять месяцев действия мер поддержки в банке региона от граждан поступило более 11 тысяч заявлений на кредитные каникулы. Основную часть заявок жители республики подали весной. Сейчас количество подаваемых заявок существенно меньше отметили специалисты. Сегодня из общего числа заявлений от физлиц банки региона рассмотрели 97%. Из них более половины одобрили. Общая сумма задолженности по договорам, по которым предоставлены кредитные каникулы, составляет почти 1 миллиард 800 миллионов рублей. Отказывают заявление по двум основным причинам. Прежде всего, первая причина – это размер кредита. Он не соответствует тому размеру, который установлен федеральным законом 106. Ну и вторая причина основная – это неподтверждение снижения своих доходов. Как рассказали в Национальном банке по республике, за пять месяцев в действии госпрограммы заявления на кредитные каникулы подали также более 2000 предпринимателей региона. На сегодняшний день все заявки рассмотрены, более 60% одобрено. Напомню, срок приема заявления от граждан и предпринимателей на предоставление кредитных каникул стекает 30 сентября. Житель Башкортостана Арслан Галин выиграл грант в 450 тысяч рублей на проведение конкурса электронной музыки. Результаты подвели на молодежном гражданском форуме «Выше крыши», который проходил в Санкт-Петербурге. Основная идея проекта – это развитие творческого потенциала молодежи по написанию электронной музыки и выход на всероссийский и в дальнейшем на международный уровень. Предполагается, что для авторов создадут условия для доступа в звукозаписывающую студию, которая будет работать для свободных авторов. Кроме того, в расходы заложены съемки фильма об истории развития электронной музыки в России и Башкортостане. Во-первых, планируем закупку оборудования, закупка звуковых карт внешних, для того, чтобы участники могли более качественно встать свою музыку. Планируем также арендовывать еженедельно, несколько раз в неделю профессиональные студии, чтобы непосредственно каждый участник мог работать с своим наставником. Также в смете расходов предусмотрена и покупка билетов к экспертам, покупка колонок, проектора. По словам победителя, в случае успешной реализации проекта, конкурс авторов электронной музыки в Башкортостане станет традиционным. Для его проведения в последующие годы будет привлекаться спонсорская помощь. Мы возвращаемся к событиям на финансовых рынках вместе с Ренатом Васиным. Итак, Ренат, расскажите, пожалуйста, что интересного произошло на рынках именно на прошлой неделе? У нас, Максим, некий дайджест, наверное, новостей таких будет. У нас в лидерах роста на прошлой неделе оказались всеми забытые бумаги «Алросы». Компания опубликовала результаты продаж за август месяц и цифры предыдущего года. Вообще, алмазная компания прибавляет у нас плюс 10%. Оживают, в принципе, и девелоперы. Низкие процентные ставки подогревают интерес покупателей недвижимости. По отчетам компании за первые полугодия заметен позитивный сдвиг в отношении как выручки, так и прибылей. Компания «Пик» за неделю прибавляет у нас 6,2%. Группа «ЛСР» прибавляет 1,8%. «Норникель» компания «Норникель» на прошлой неделе была атакована новостями о судебных исках Роспророднадзора на 148 миллиардов рублей. Хоть эта цифра была и заложена, в принципе, в резерв. Компания считает все-таки этот иск вообще преждевременным и необоснованным. Судебные разбирательства, конечно, могут затянуться на долгие-долгие месяцы, но котировки тем временем пока падают примерно на 2,5%. Стоит также отметить, что накануне Сенат США отклонил законопроект о выделении 300 миллиардов долларов экономики Штатов для преодоления последствия распространения коронавирусной инфекции. Этот законопроект предлагала Республиканская партия. Дональд Трамп усилил давление на «Байтдэнс», владельца популярного видеосервиса «ТикТок». Уже неоднократно мы об этом слышим. Он пригрозил закрыть его в США, если до 15 сентября не будет достигнута сделка по его продаже. Больше нет альтернативы никакой у них. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил проект протокола для внесения изменений в Конвенцию об избежании двойного налогоблажения с Мальтой. Помните, как в случае с Кипром. Это касается увеличения налога на офшорные дивиденды и проценты до 15%. Компания Tesla у нас планирует начать поставку своей продукции с завода в Шанхае на азиатские и европейские рынки. Об этом пишет Bloomberg. Продовольственная сеть «Азбука вкуса» инвестировала порядка 33 миллионов рублей в стартап BioLinkTech. Это разработчик системы персонализации питания на основе анализов крови О3. Ренат, уже вторую неделю индекс Московской биржи торгуется ниже такого важного психологического уровня в 3000 пунктов. Что вы думаете по этому поводу? Максим, на индекс давит в первую очередь геополитическая напряженность, ну и, конечно, цены на нефть. Котировки цены на нефть продолжают. Эта коррекция продолжается. За неделю упали на 6% данные котировки. К тому же нефть, ну, она закрыла мартовский гэп и имела слабоположительную динамику цен. Это, в принципе, и могло вызвать распродажи на нефтяном рынке именно спекулянтами. Нефтегазовый сектор сам по себе, он тоже находится под давлением. И если промышленное производство, оно возвращается на докризисные уровни, как и оборот нефтепродуктов, то цены на энергоносители на многолетних минимумах находятся сейчас. Это не дает компания показать хорошие результаты, а курсовые переоценки, они загнали отчеты первого полугодия в отрицательные значения. Это мы все прекрасно помнят. Как итог, акции Новотека, Газпромнефти, Лукойла, Газпрома, они в минусе. Вот Татнефть, кстати, находится в лидерах сектора за прошлую неделю плюс 0,6%. Но все-таки я считаю, что нефть и газ являются привлекательными для долгосрочных инвесторов, поскольку они могут служить в качестве диверсификатора портфеля и хеджирования инфляции. Ринат, также Центральный банк России представил прогноз макроэкономических показателей уже на 2023 год. Какие вы считаете, там есть важные цифры? По прогнозам регулятора, ВВП страны в 2023 году вырастет на 2-3% год в году, в то время как потребительская инфляция будет находиться около отметки 4% годовых. Данных показателей удастся достичь при стабилизации котировок нефти марки Юрлс на уровне 50 долларов за баррель к началу 2023 года. Согласно оценкам Реутерс, федеральный бюджет Российской Федерации будет дефицитным в течение ближайших трех лет. Это прилично. По оценкам агентства, в 2021-2022 годах дефицит федерального бюджета РФ может составить 2,4% от ВВП в 2021 году и 1% от ВВП в 2022 году. Хотя ранее министр финансов РФ Антон Сиолан заявлял, что в 2020 году дефицит бюджета страны может составить 4% от ВВП. Ренат, ну и заключительный, традиционный наш вопрос. Как чувствует себя рубль? Какие перспективы национальной валюты? Рубль укрепился по отношению к доллару и евро, чему способствовал в целом сам по себе негативный фон на европейском и американском фондовых рынках в течение прошедшей недели. Но мы все видим, что доллар подбирается к своим локальным максимумам. На прошлой неделе котировки превышали 7,6 рублей за доллар, после чего, конечно, немного скорректировались. Так вот, эти уровни 74-76 рублей за доллар в ближайшей перспективе будут некой зоной накопления, я думаю, которая создаст точки для дальнейшего роста. Это были новости месяц QBF. До встречи через неделю. Ренат, спасибо большое за ваш анализ. Удачи вам и вашим клиентам. Спасибо, Алексей. Это были новости на финансовых рынках. Оставайтесь на РБК Уфа.